Поезд «Сирийский перелом» Все пришедшие субботним утром на привокзальную площадь стали также свидетелями показательных выступлений разведроты 80-й арктической бригады. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кандалакша, к слову, стала первым городом в Заполярье, где сделал остановку передвижной выставочный комплекс «Сирийский перелом». Интерес у северян к трофейному оружию, что разместилось на открытых платформах, неподдельный. Рожь в голосе, какое-то такое очень волнительное состояние. Конечно, гордость за нашу армию. И хочется пожелать всем, кто был на этой войне, скажем так, здоровья, счастья, благополучия, потому что нас защищают. Это, как бы, может быть, всем, не всем это понятно, но нас защищают от террористов. Не музейные экспонаты, а настоящая военная техника, видавшая виды и не раз побывавшая в бою. Все это использовалось боевиками в Сирии. В очертаниях трофейных машин посетители узнают танк советского производства. Бронированный штурмовой автомобиль, самоходный минный травм. Мы не пришли полчаса назад, вдоль состава прошли. Впечатлил арсенал оборудования боевиков. Ну, честно говоря, ну не большая часть, но ударная часть – это наследие советских времен, как оказалось. Там танк Т-55 стоит, переоборудованный. Здесь они ленд-крузер переоборудовали. И вот эта техника как-то каким-то образом, виток истории, и мы ее наблюдаем. На первый взгляд грудометалла, но какую угрозу представляет эта техника, знают немногие. Возле каждой платформы работал экскурсовод, который рассказывал всем желающим о возможностях и смертоносной силе оружия. Он перевозит с собой до 300 килограмм тротиловом эквиваленте. Это очень мощный, по сути, взрыв. Там, в принципе, не всегда такие автомобили используются. Как правило, могут просто брошенный автомобиль оставить. Он уже будет заряжен, начинен и в определенное время сдетонирует. То есть не обязательно, чтобы он был вот таким. Конкретно этот предназначен, чтобы добраться до места взрыва. В крытых вагонах развернулась фотоэкспозиция, а также выставка химического оружия. Запрещенная литература, оружие и летательные аппараты. Значит, как бомбардировщик для переноса и сброса боеприпасов. Состоит из простых элементов, алюминиевой хвостовой части, GPS-навигации, деревянного корпуса из фанеры. Крылья сделаны из обычного пенопласта, флейной бумагой. Также имеется сервопривода сброса боеприпасов с левой и с правой стороны. Подается радиус сигнал, происходит отжатие планки, боеприпас падает под своим весом и происходит взрыв. Тип взрывателя у него ударный. Внутри взрывчатого вещества, называемое ТЭН. Помимо трофейной техники, захваченной российскими войсками у боевиков в Сирии, жителям Кандалакши представили образцы вооружения, которые используются российской армией. Экспозиция, организованная бойцами 80-й арктической бригады, работала у железнодорожного вокзала. Там же развернулась концертная площадка и солдатская кухня.